Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы познакомим вас с нашей работой с данными по природному газу. Начнём с определения основных понятий и ролей, которую природный газ играет в ландшафте мировой энергетики. Природный газ представляет собой горючую смесь углеводородных газов с высокой концентрацией метана. То есть, в основном он состоит из метана. Ранее природный газ во многих странах считали бесполезным побочным продуктом добычи нефти. Но в последнее время он стал рентабельным топливом, и его доля в структуре мировой энергетики стала расти. Количество природного газа обычно измеряется в единицах объёма. Чтобы обеспечить сопоставимые значения, нужно определить условия, при которых следует измерять объём природного газа. Для сбора международных данных МЭА используют кубические метры при стандартных условиях, которые соответствуют 15 градусам Цельсия и одной атмосфере. Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим производителем природного газа. В 2016 году они добыли почти 750 миллиардов кубических метров голубого топлива. Примерно 30% добываемого в мире природного газа в 2016 году шли на продажу, то есть потреблялись за пределами страны происхождения. Природный газ продают в газообразной форме через трубопроводы или перевозят в сжиженном виде морскими танкерами-газовозами. Россия, которая является вторым по величине крупнейшим производителем природного газа в мире, в 2016 году поставила почти одну треть всего потреблённого в Европе газа. Природный газ применяется для разных целей, но преобладает его использование для производства тепловой и электрической энергии. В 2015 году на сектор преобразования приходился 41% всего мирового потребления природного газа. За последние 40 лет потребление природного газа значительно выросло. Отчасти этот рост продиктован более низким количеством выбросов, которые выделяются при сжигании природного газа для получения единицы энергии, по сравнению с другими видами ископаемого топлива. При сжигании природного газа для получения одной энергетической единицы в атмосферу выделяется на 50% меньше СО2, чем при сжигании угля, и примерно на 30% меньше, чем при сжигании нефти. Итак, нам уже известно, что значение природного газа в ландшафте мировой энергетики выросло, но какова, по вашему мнению, была его доля в общем мировом предложении первичной энергии в 2015 году? Чуть больше 20, 30 или 40%. Я дам вам несколько секунд подумать. Правильный ответ – 21,6%. Таким образом, хотя спрос на природный газ по сравнению с 1973 годом вырос в три раза, в 2015 году он занимал только третье место среди источников энергии, уступая углю и нефти. В мировом производстве электроэнергии его доля немного превышала долю ОППЭ и составляла 22,9%. На уровне стран значимость природного газа отличается от страны к стране. Например, доля природного газа в ОППЭ Индии или Китая очень мала по сравнению со среднемировым показателем и составляет всего около 5%. А вот в Японии, которая импортирует почти 100% используемого газа в виде СПГ, его доля достигает 23%. С другой стороны, доля природного газа в ОППЭ основных стран-производителей заметно выше – 30% в США, 51% в России, 66% в Иране. Чтобы получить информацию, которую вы видели на предыдущем слайде, сначала нужно собрать данные. В этом и заключается одна из задач нашего агентства. Но прежде чем углубляться в методологию сбора данных, важно понять цепочку поставок природного газа. В первую очередь, природный газ добывается в виде смеси метана и других газов из подземных месторождений. Помимо этого, в сеть газоснабжения подмешиваются и другие газы, полученные из нефти, угля или возобновляемых источников, например, биогаз. Мы собираем данные об инфраструктуре, которая соединяет точки производства природного газа и его потребления. К таким объектам инфраструктуры относятся магистральные и распределительные сети, хранилища газа и терминалы СПГ. И, наконец, природный газ потребляется в различных секторах, например, для генерации тепловой и электрической энергии на электростанциях, для нагрева воды, а также для отопления помещений в жилищном и коммерческом секторах. Торговля – это еще одна очень важная часть цепочки поставок. Природный газ можно импортировать и экспортировать через трубопроводы или сжижать. Эти стрелки иллюстрируют взаимодействие потоков в рамках инфраструктуры. Весь природный газ, добываемый или импортируемый через трубопроводы, смешивается в магистральных газопроводах. Импортные СПГ регазифицируют, а затем также закачивают в магистральные газопроводы. Из магистральных сетей природный газ поступает в распределительную систему, в которой поддерживается более низкое давление. Большинство мелких и средних потребителей природного газа подключены к распределительным сетям, а некоторые крупные потребители могут быть подключены непосредственно к магистральным сетям или находиться вблизи регазификационных терминалов. Если говорить об экспорте, он обычно осуществляется по трубопроводам, а экспорт СПГ происходит непосредственно из терминала сжиженного природного газа. Чтобы поддерживать баланс всей системы хранилища сжиженного и газообразного природного газа, взаимодействуют с СПГ-терминалами, распределительными и магистральными сетями. А теперь мы рассмотрим некоторые из элементов системы отдельно. Если говорить о добыче, то природный газ можно добывать из нефтяных и газовых месторождений, а также из угольных шахт. Концентрация метана в таком добытом сыром газе недостаточно высока, поэтому он требует обработки. Часть добытого газа, если его невозможно обработать или транспортировать на газоперерабатывающий завод, сжигается в факелах или выбрасывается в атмосферу. Другая часть повторно закачивается в месторождение, чтобы повысить уровень добычи из него. Оставшаяся часть газа транспортируется на газоперерабатывающий завод, где его очищают, чтобы повысить содержание метана. Этот процесс не такой сложный, как переработка сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе, и состоит из отделения метана от других углеводородов и удаления примесей, таких как водяной пар, СО2 и сера. Газ, образующийся в результате этого процесса очистки, называется товарной продукцией. Это определение, которое мы используем в МЭА для количественной оценки объемов производства. Кроме того, мы выделяем попутный газ, то есть газ, полученный при добыче сырой нефти, свободный природный газ, который добывается из газового месторождения, и шахтный газ, который получают из угольных шахт. В контексте торговли природным газом может возникнуть непонимание разницы между сжиженным природным газом и газом в газообразном состоянии. Важно подчеркнуть, что оба являются одним и тем же продуктом – метаном. Разница заключается лишь в его агрегатном состоянии. Для сжижения природного газа его охлаждают до температуры ниже минус 160 градусов по Цельсию. Газ сжижают потому, что объем СПГ в 600 раз меньше, чем объем газообразного газа, и это позволяет сократить затраты на его транспортировку на большие расстояния. Несмотря на то, что в 2016 году рынок СПГ продолжал расширяться, доминирующая роль в торговле природным газом по-прежнему принадлежит газопроводам. На них приходится около 2-3 мировой торговли. Что касается запасов природного газа, то следует отметить, что хотя им не придают такого значения, как запасам нефти, именно они играют ключевую роль для рынков природного газа. С одной стороны, это связано с сезонным характером спроса на природный газ. Если взять, для примера, европейские страны-члены ОСР, мы увидим, что в январе спрос на природный газ составляет более 60 млрд кубических метров, что более чем вдвое превышает спрос в летние месяцы. Предложению было бы очень трудно удовлетворить такой спрос. Таким образом, запасы обеспечивают сезонную гибкость и дают возможность выровнять уровень поставок в течение всего года. Помимо гибкости, есть еще один важный фактор создания запасов газа в хранилищах – обеспечения надежности поставок. Многие страны полностью зависят от импортного газа, и наличие запасов позволяет им быстро реагировать на сбои в снабжении. Наконец, мы разделяем потребление природного газа на разные секторы – преобразование, энергетический, транспорта, промышленности, коммерческий и жилищный. Разница между сектором преобразования, энергетическим сектором и неэнергетическим использованием не всегда очевидна. Сектор преобразования включает в себя все потребление природного газа для преобразования в другую форму энергии. Это может быть электроэнергия, заводской газ или водород, используемый для гидрокрекинга. В этот сектор мы также включаем продаваемое тепло, например, от теплоэлектроцентралей. Энергетический сектор включает потребление для поддержания собственной работы, например, природный газ, сжигаемый в целях добычи нефти и природного газа, или на нефтеперерабатывающих заводах. Основное отличие от сектора преобразования заключается в том, что газ сжигают, но не преобразуют в другой товар. Например, если природный газ сжигают для приведения в движение газовой турбины комбинированного цикла, ГТКЦ, которая производит электроэнергию, то такое его использование относит к сектору преобразования. А если природный газ сжигают для поддержания температуры котла, чтобы ускорить запуск системы, но без производства электричества, это количество следует относить к энергетическому сектору. К неэнергетическому использованию относится потребление природного газа для производства сырьевых материалов, которые не являются энергетическими продуктами. Такое использование зачастую относится к нефтехимическому подсектору. Сбор и проверка данных – это непростое дело, но оно имеет крайне важное значение для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. Цель системы сбора данных – иметь детальные и надежные данные об энергии. Чтобы содействовать выполнению этой задачи, нам необходимы правовая база, состоящая из соответствующих законодательных актов о статистике и других национальных нормативных актов. Предпочтительнее сделать отчетность по данным об энергии обязательной. Институциональный механизм. Нормативно-правовая база создает для энергетической статистики необходимую, но недостаточную основу. Чтобы обеспечить эффективный сбор данных среди всех соответствующих участников национальной системы энергетической статистики, а также должным образом упорядочить эти данные, необходимо создать соответствующий институциональный механизм. Надлежащий механизм предоставления и распространения данных. Вопросники, совместимые с международными стандартами. Сеть контактов. Согласованный график. Необходимо выделить соответствующие ресурсы для сбора и обработки данных. Нам также следует пересмотреть методологию, чтобы адаптировать ее к ожидаемым изменениям и обеспечить ее соответствие национальным и международным потребностям. Затраты. Сбор каких-либо статистических данных требует затрат. Следует помнить, что низкое качество данных может в итоге привести к намного более существенным затратам, чем затраты на сбор информации и связанную с ним работу. Следует найти баланс между эффективным использованием ресурсов и сбором необходимых данных. Какие именно данные необходимы, определяется на основе нужд и их пользователей. Но не все потребности возможно удовлетворить. Важно следить за изменениями в энергетическом секторе и ограничивать объемы сбора данных за счет сотрудничества с соответствующими государственными органами. Трудности. Учитывая роль и важное значение энергетической статистики, можно было бы предположить, что базовая информация в области энергетики является легко доступной, надежной и оперативной. Однако это не всегда так. И этому есть несколько причин. Например, либерализация энергетических рынков оказала на статистику двойное воздействие. Во-первых, раньше мы могли взять подробные данные у единственного в стране коммунального предприятия. А сегодня, чтобы получить всеобъемлющую картину отрасли, приходится рассылать сотни вопросников разным компаниям. Во-вторых, рыночная конкуренция зачастую приводит к тому, что часть данных считается конфиденциальными, и это усложняет сбор основных сведений. Меняется структура рынка, растет доля импорта СПГ в торговле природным газом. Помимо всего этого, существует проблема недостатка ресурсов и высокой текучести кадров. Сбор данных об энергии – это сложный и дорогостоящий процесс. Сейчас мы вкратце рассмотрим виды сбора данных для энергетической статистики. Обследование. Страны могут собирать данные у всего населения, что называется переписью, или выбирать из генеральной совокупности репрезентативное подмножество объектов. Это называется выборочным обследованием. Перепись требует больше времени и затрат, особенно когда нужно собирать данные о конечном использовании энергии. Существует два разных вида обследований в зависимости от единиц выборки – обследовании предприятий и обследовании домохозяйств. Чтобы определить обследуемую совокупность, используются реестры и или списки предприятий. При разработке вопросников необходимо принимать во внимание международные стандарты, касающиеся, например, единиц измерения или определений продуктов и потоков. Административные данные Административные данные – это данные, которые собирают в административных целях. Ими может владеть государственное ведомство, государственное или частное предприятие, и они могут уменьшить количество необходимых обследований. Однако возможность получить эти данные зависит от третьих лиц, поэтому требуется сотрудничество между директивными органами, администрациями и статистиками. А теперь мы проиллюстрируем возможные источники и виды сбора данных по природному газу. В целом существует два основных источника, из которых можно получить данные по природному газу. Энергетические предприятия и поставщики энергии со стороны поставок. Потребители энергии со стороны потребления. Что касается поставок, эти данные могут предоставить энергетические предприятия, деятельность которых непосредственно связана с производством или какой-то частью цепочки поставок. Сведения собираются у производителей энергии при помощи обследований или административных источников. Данные об импорте и экспорте обычно собирают через органы таможни. Обычно данные о производстве и распределении природного газа отслеживаются в административных целях. Сотрудничая с разными органами внутри страны, можно получать сведения о том, сколько газа было добыто, а сколько распределено основным группам потребителей, таким как домохозяйство и промышленные предприятия. Важно адаптировать обследование к меняющейся модели потребления. В качестве примера этих изменений можно назвать такой факт, что потребление природного газа в транспортном секторе и его неэнергетическое использование в 2015 году достигли почти 20% общего потребления природного газа, тогда как в 1973 году оно составляло всего 5,5%. А чтобы получить подробные данные о потреблении энергии, необходимо провести обследование о конечном использовании природного газа в домохозяйствах и на предприятиях. Обследования, направленные на сбор статистических данных о конечном использовании энергии, это очень важные инструменты, которые позволяют оценить виды деятельности, связанные с потреблением энергии, выявить возможности для повышения энергоэффективности и помочь в разработке будущих программ и политических мер, организовать сбор данных у потребителей энергии сложно. Это связано с многообразием потребителей, их мобильностью и детализированными вопросами в вопросных формах. Чтобы получить полную картину статистики поставок и потребления природного газа, необходимо применить комплексный подход, который предполагает использование существующих обследований, например, бюджетов домохозяйств, прямых измерений, а также оценок моделирования, позволяющих заполнять пробелы в наборах данных. А теперь мы посмотрим, как все эти потоки передаются в МЭА, чтобы составить общую картину международной статистики. Наш вопросник по природному газу состоит из пяти таблиц. Такие вопросники ежегодно рассылаются национальным органам для заполнения годовыми данными. Первая таблица содержит информацию о поставках природного газа, его добыче, общем импорте, экспорте и изменении запасов. В таблице 2 приводится разбивка потребления по категориям. Таблицы 3 и 4 предназначены для внесения данных о торговле газом по странам. Общая торговля и торговля с жиженным природным газом указываются отдельно. И, наконец, таблица 5, которую мы недавно расширили, чтобы иметь возможность лучше оценивать ситуацию с энергетической безопасностью. В этой таблице мы собираем данные о газовой инфраструктуре. На этом слайде показано, как различные таблицы взаимосвязаны в вопроснике, а также с другими годовыми вопросниками по топливу. Взаимосвязи таблиц вопросника между собой позволяют нам делать внутренние проверки данных. Кроме того, вопросник по природному газу связан с другими вопросниками через секторы преобразования и поступления из других источников. Поступления из других источников отражают количество топлива, которое примешивается в газотранспортную сеть. Сюда входят искусственные газы из вопросника по углю, сжиженный нефтяной газ из вопросника по нефти и биогаз из вопросника по возобновляемым источникам энергии. Чтобы понять, как устроен вопросник, рассмотрим два примера. Представьте, что мы получили следующую информацию по стране А. Из места рождения добыто 180 миллионов кубических метров, приведенного к стандартным условиям газа, с высшей теплотворной способностью 38 тысяч килоджоулей на кубический метр. Из Алжира импортировано 79 тысяч тераджоулей СПГ, с высшей теплотворной способностью 39 тысяч 500 килоджоулей на кубический метр. Итак, в первую очередь нам нужно распознать различные фрагменты информации. Количественные значения у нас помечены голубым цветом, единицы — зеленым, поток — фиолетовым, а значения ВТС — розовым. Используя эту информацию, нам нужно заполнить всю строку в вопроснике справа. Вступим к заполнению таблицы. Вписываем 180 миллионов кубических метров в строку свободного природного газа, а также указываем его высшую теплотворную способность. Важно помнить, что данные в таблице следует приводить к стандартным условиям. У нас есть информация о количестве импортированного СПГ в единицах энергии и о его высшей теплотворной способности. В этом случае мы делаем обратный пересчет из единиц энергии в единицы объема, используя значение высшей теплотворной способности. И, наконец, мы суммируем значения производства и импорта и получаем цифру внутреннего потребления. Теперь будет уместно рассказать о роли статистического расхождения. Как видите, баланс поставок указывается в строке рассчитанного значения внутреннего потребления. Это связано с тем, что в идеале данные о поставках и потреблении должны поступать из двух разных источников. В совершенном мире цифры из этих двух источников должны совпадать. Но в жизни так никогда не бывает, и статистическое расхождение служит хорошим индикатором полноты данных. И последний комментарий, прежде чем мы перейдем к следующему слайду. Учитывая, что данные о потреблении мы собираем только в единицах энергии, используем среднее значение высшей теплотворной способности для наблюдаемого потребления, чтобы перевести эти данные в единицы объема. Поэтому ВТС – это ключевая цифра, которую должны предоставлять страны. Таблицы 3 и 4 содержат разбивку импорта и экспорта по странам происхождения и назначения. Здесь мы можем использовать информацию о происхождении природного газа, а также разделять объемы торговли на газопроводный и СПГ. В этом случае следует отметить, что сжиженный природный газ указывается в столбце в том числе, то есть количество газа, импортированного через газопроводы, рассчитывается как разница между общим значением импорта и импортом СПГ. Здесь мы также используем высшую теплотворную способность, чтобы перевести данные в миллионы кубических метров. Говоря о статистике торговли, важно также подчеркнуть, что мы собираем данные на основе стран первичного происхождения и конечного назначения, которые не совпадают с критериями пунктов входа и выхода, используемыми в других отчетах, например, в нашей ежемесячной статистике по газу. Чтобы лучше понять эту разницу, возьмем для примера магистральный газопровод «Магриб Европа», который проходит от газовых месторождений Алжира через Марокко в Испанию и далее в Португалию. Если взять указанные на слайде данные учета в приграничных пунктах, страны должны указать следующие объемы газа как импорт из Алжира. Марокко – 1000 млн кубических метров, Испания – 8000 млн кубических метров и Португалия – 2000 млн кубических метров. С другой стороны, Алжир должен указать те же цифры в категории стран назначения. Для многих стран это часто вызывает затруднения, особенно после либерализации газовых рынков, их региональной интеграции и повышения гибкости. По этой причине мы в Международном энергетическом агентстве сейчас работаем над тем, чтобы усовершенствовать сбор данных о торговле природным газом. После того, как при помощи различных таблиц данные собраны, они должны пройти контроль качества, который предусматривает следующие виды проверок. Арифметические проверки. Необходимо сверить суммы, итоговые значения, знаки плюс и минус, а также проверить согласованность таблиц внутри вопросника и с другими вопросниками. Также проводятся статистические проверки, в которых особое внимание следует уделять статистическому расхождению и согласованности временных рядов. Проводя физические проверки, следует обратить внимание на правильные значения теплотворной способности, сравнить значения в физических и энергетических единицах и сверить КПД процессов преобразования. И, наконец, мы также сверяем данные с вторичными источниками и убеждаемся, что данные полные и отражают правильную картину. Мы приближаемся к концу нашей презентации. Мы поговорили о важной роли природного газа в мире, рассмотрели особенности сбора данных по природному газу и проверке этих данных. А в заключении поговорим о том, как эти данные применяются. Собираемые Международным Энергетическим Агентством данные используются для разных целей. Помимо МЭА, эти данные используются во всем мире – правительствами, учеными и исследователями, аналитиками и инвесторами и другими сообществами. Данные могут быть также использованы для оценки надежности поставок, сравнения показателей разных стран, оценки эффективности той или иной политики, а главным образом для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. В первую очередь, статистические данные по природному газу используются в справочнике МЭА о природном газе и соответствующих базах данных. Помимо этого, данные по природному газу также используются для расчета энергетических балансов, выбросов СО2 и показателей энергоэффективности. Эти данные используются в МЭА для аналитической работы и подготовки прогнозов, а также для создания World Energy Outlook – обзора мировой энергетики. Наиболее часто применяемые статистические данные можно найти в брошюре под названием Key World Energy Statistics – ключевая мировая энергетическая статистика, которая выложена в общий доступ, а также в родственном мобильном приложении. Спасибо за внимание! Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающиеся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН «Международные рекомендации по энергетической статистике», в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики. «Международные рекомендации» Продолжение следует...